В этом году были проведены инспекционные поездки и проверки в 33 регионах Российской Федерации. Я в каждом регионе был в среднем где-то по 3 дня, иногда 4, иногда чуть меньше. А группа детского спецназа, советники уполномоченного, как правило, это 3-4 человека, которые выезжали с проверками от 7 до 10 дней. Были регионы, даже и по 2 недели проверяли. Именно для того, чтобы охватить практически все учреждения, где находятся дети. В первую очередь, конечно, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты. И это удавалось. В большинстве этих регионов, 33-х, были проверены все учреждения. У нас огромное число детей, которые проживают в этих учреждениях, в том числе ходят в школы. Это не только там, где живут, в детских домах, в домах ребенка, в колониях дети. Но это и коррекционные школы, это специальные, закрытые учреждения, образовательные и открытые образовательные учреждения, которые выполняют функцию исправления для детей с девиантным поведением. Это центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и так далее. Одновременно с этим проводили проверки и в комиссиях по делам несовершеннолетних, потому что это единственный на сегодняшний день системообразующий орган, если не считать уполномоченных, который объединяет все профильные министерства, департаменты, комитеты и должен выстраивать именно комплексную системную работу. Но, к сожалению, по-прежнему в комиссии у нас не функционирует должным образом. Инспекционные налеты, они иногда, конечно, напоминают такую кавалерийскую атаку, но, тем не менее, без этого тоже не обойтись, поскольку очень долгое время не предпринималось никаких усилий практически. Каждый регион по-своему как-то выстраивал эту систему. Координации на федеральном уровне отсутствует практически полностью. Потому что, если говорить, например, об органах опеки, у нас же нет федерального органа для того, чтобы руководить опекой. Есть в Министерстве образования соответствующая служба, Рособорнадзор, есть департамент социализации детей, но они не имеют характера вертикальной структуры. И у нас органы опеки все в горизонтальном положении, иногда чисто физически находятся в горизонтальном положении. Нехватка специалистов, проблемы собственные, малая обеспеченность бюджетами, материальным снабжением и так далее. Приводит к тому, что просто злоупотребление, ну, через один можно встретить. Очень много злоупотреблений в этой части. Особое внимание уделялось, конечно, и детям, которые совершили право нарушения, преступления, которые содержатся в колониях. Говорил президент в послании, очень важные факты о том, что рождаемость увеличилась, действительно так. Какова наша работа в этой части? Это, конечно, проверка тех поручений, которые были даны, в частности, по внедрению материнского капитала регионального. Потому что есть федеральный, а есть региональный. И мы требуем, чтобы все регионы все-таки хоть 50 тысяч, но платили региональный материнский капитал. У нас каждый год, по нашим подсчетам, около 20-30 тысяч бросают детей. Имеется в виду, просто в роддоме бросают. Или на первом году жизни. По данным Минздравсоцразвития, немножко меньше. Они сразу фиксируют отказ от новорожденного с момента рождения. И в 2010 году, начало 2011 года, их было 5606. Но мы считаем все-таки в первый год отказ от ребенка. Потому что она может уйти из роддома мать, но потом может его бросить. Поэтому это катастрофическая цифра, отказные дети. У нас по общему числу отказов лидирует Москва, Кемерово, Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область. Поэтому здесь надо говорить о том, чтобы и создавались службы. Маленькая мама, служба конституционная для таких матерей и девочек, которые попадают в ситуацию неблагополучия. А если этого не делать, то дальше смотрим другую страшную цифру, аборты. Я не буду сейчас говорить про общее число абортов, оно больше миллиона в стране. Я буду говорить только о девочках. Вот смотрите, что происходило. У нас у девочек абортов 70 тысяч 932 было на начало 2011 года сделано. 70 тысяч 932. Представляете, что это такое? Да, за год. При этом 34 тысяч 499 повторно сделали девочки. Это девочки, которые успели. То есть половина из них дважды успела забеременеть и сделать аборт в обоих случаях. Если говорить вообще, в целом за последние два года сократилось число отказанных детей почти на 20%. Почти на 20%. Опять же, благодаря вот таким усилиям на местах. Это не заслуга федеральной власти. Федеральная власть дает закон, стандарт, указания, поручения, проверяет их. Но в итоге все же реализуется на местах. Разводы в число снижаются. Если у нас еще два года назад средний уровень был 65% по стране, вот к этому году уже 54-55% средний уровень развода. Но все равно это недопустимо высокая цифра. То есть половина браков разваливается. А есть регионы, где 80% и выше. Что касается выявления детей-сирот. Значит, на начало 2011 года у нас 682 317 детей, оставшихся без попечения родителей, выявлено. 682 тысячи. Это вот общее число таких у нас детей без попечения родителей. Количество детских домов у нас сокращается. Значит, примерно на 11,8% сократилось число детских домов за три года. Значит, на начало, на конец 10-го года, начало 2011 года, 1095 их осталось, а было почти 1300. Если говорить о ситуации с иностранным усыновлением, отдельно хотел ваше внимание привлечь. Вот смотрите, что происходит. Значит, возникла такая полемика в общественном сознании о том, что, дескать, американцы, иностранцы это хорошо, потому что они берут наших детей, как правило, инвалидов. Это дети, которые не имеют шанса в России и так далее. Давайте проанализируем то, что есть. Вот есть миф такой о том, что иностранцы берут в основном больных детей. Значит, смотрите, в 2010 году иностранными гражданами было усыновлено 3355 детей. Из них только 4% дети инвалиды, 148 человек. Америка взяла 44 ребенка из 1016 детей инвалидов. Это меньше, чем наши граждане берут на усыновление. У нас порядка 7% инвалидов дети составляют. То есть, наши все-таки больше берут больных детей. Первый миф. Дальше. Вот, если, говорят, иностранцы берут детей, которых плохо усыновляют в России и так далее. Я уже сказал, иностранные усыновления это в основном дети до 3 лет. Это малолетние дети. Из них половина детей, это дети вообще первого года жизни, маленьких берут. Что дальше происходит? Говорят о том, что в Америке, в иностранных государствах, куда берут наши детей, спасают детей операции, заботятся и так далее. А в России их ждет тюрьма и сума. За 2010 год высокотехнологичную медицинскую помощь, это порог сердца, протезирование, челюстно-лицевые дефекты и прочее, за счет средств федерального бюджета получили 289 тысяч пациентов, в том числе более 50 тысяч детей. В начале 2011 года число детей, подвергшихся насилию в Соединенных Штатах Америки, психологическому и физическому, в том числе преступлений, 3 миллиона 600 тысяч детей. 3 миллиона 600 тысяч детей. Это вопрос о больших цифрах, когда нам говорят, много усыновляют, поэтому и гибнут. Дальше. Из них сексуальное насилие 10% вставляет. Вы теперь посчитайте, сколько детей подверглись сексуальному насилию. То есть, 360 тысяч детей в Америке. У нас за полгода 5 тысяч, за прошлый год 9,5 тысяч. Разница, по-моему, есть. К вопросу о том, куда отдавать. 1 560 детей в Америке умерло от насилия, из них 87% младше 4 лет. Цифра сравнимая с нашим. У нас 1 600 погибло в прошлом году, у них 1 560. Сравнимые. Значит, 84,2% это насилие биологических родителей в Америке. Это данные Департамента здравоохранения США. Приемных родителей из них 3576 приемных родителей в Америке. Вот это неутешительные цифры. Теперь, значит, вопрос о том, насколько это выгодно и кому это выгодно, и почему это происходит. Значит, вообще индустрия по американским оценкам Госдепа 270 миллионов 280 тысяч долларов годовой оборот. Индустрии усыновления 270 миллионов. Вот так. В среднем усыновление ребенка американцу из другой страны где-то 25 тысяч долларов составляет официально. В России чуть больше цифры. В связи с нашими мерами, там, мораториями и так далее, возросли ставки в два раза, все равно уедут, берут. Значит, в 2011 году американцы установили 9320 детей. Из них вот тысяча с небольшим, 1016, да, в России установили. И хотят брать, и будут брать, и продолжают приезжать. Мы побывали во всех детских учреждениях Кавказа-Северного. Скажу, там ситуация следующая. Там несколько проблем. Первое. Патастрофическая нехватка специалистов. Патастрофическая. При норме специалиста по вопросам детства один на где-то 5 тысяч, там один на 35 тысяч. Мы там провели семинар, продолжаем проводить обучение, собираем всех профильных работников. Учим, их надо учить просто. Нужны методические рекомендации. Это огромная метод работа, кстати, Министерства образования и логики. Потому что методических рекомендаций нет. Они, мы посмотрели по учебникам и разработкам, которыми они с детьми занимаются, в 94-95 годах. Да уже мир ушел далеко вперед. Первое. Второе. Количество сирот там небольшое. В частности, в Чаенской республике, вот 176 сирот мы выявили, но по призыву руководителя республики, Ронлана Кадера, все детей разобрали. Но при этом еще одна другая неблагополучная ситуация с тем, что все детские дома-интернаты и школы надо переполнены. Казалось бы, кто там? А там находятся дети из неблагополучных, ну не из-за малой мужик семьи. Бедность заставляет родителей передавать детей вот такие интернаты. Они сильно переполнены там много, что надо у детей. Но там они и занимаются, там и формы, там действительно развивают. Я видел такого количества, скажем, кружков по развитию и организации досуга, как на Кавказе, людей не видно. Они и танцуют, и поют, и играют, и борьбой занимаются, это традиционный вид спорта. То есть много действительно занимаются. Еще одна проблема – это количество детей-инвалидов на северном Кавказе. И не только из-за последствий войны. Это не основной факт. В основном это проблема глухота детей. Очень много слабослышащих детей, я не знаю, с чем это связано. Я просил хотя бы Алексею Дугольеву послать специальную комиссию и разобраться. Там есть проблемы такого межрадового, межрадового характера. Например, усыновление идет плохо в основном опека. Установление, как традиционно причина, нельзя дать свою фамилию ребенку с другого плана. Ну, это надо понимать, это традиция, культурная особенность опека, приемная семья. Но при этом на Кавказе любят детей за то, что они дети. И там как раз традиционное воспитание по-прежнему говорит о том, что опекать ребенка сироту, взять сироту в семью, это очень благое и благородное дело.